Мы на прошлом концерте разговаривали о любви к людям. О любви к людям вообще, то есть вот в планетарном масштабе. И о любви к людям близкого окружения, и в том числе, которые ходят по улицам, и которые приятны и неприятны. Вот здесь вот очень интересный момент, который я обнаружил. В принципе, я люблю людей. Особенно, если они не пытаются убедить меня в обратном, чтобы я их не любил. И в последнее время я начал пытаться любить своих врагов. Не всегда у меня это получается. Сразу скажу, что это получается не всегда. И даже если, когда я специально анализирую свои чувства, свои эмоции относительно своих недругов, я не всегда могу их простить, хотя я должен их простить вроде бы. Как вы относитесь к своим врагам? Я предполагаю, что в данном вопросе я, наверное, ушёл уже дальше. Потому что я уже говорил, научившись понимать, что движет людьми, какие мотивы толкают их на те поступки, которые вызывают у многих негативные отношения, или восхищение, или просто безразличие. Наверное, научили меня прощать их. Ну, не случайно говорят, простить это значит понять. Вот если я понимаю, что человеком двигало, это может сопровождаться любыми чувствами и ощущениями, горечью, разочарованием. В последнее время, чем больше я это понимаю, жалость даже возникает. От того, что люди не понимают, что они творят зло, поступают каким-то нелепым образом. Я смотрю на них как на детей непутёвых всего нашего. Ну, это хорошо, когда он так вот смотрел на детей непутёвых. Ну, а, допустим, вот последнее событие. Я стараюсь держаться, не касаться политики, да, то есть, но иногда приходится касаться. То есть вот иногда бывает такое, что вот дети непутёвые могут нас просто стереть в порошок. И здесь тяжело уже как-то относиться к ним как к детям непутёвым. Ну, как к детям относятся? Воспитательный процесс должен быть чуть-чуть пожёстче, вот и всё. Выпороть как следует, в угол поставить. Да, но если учесть, что я в детском саду когда находился, и я в то время понимал, что некоторых воспитателей иногда нужно пороть. Уже тогда я это понимал. Единственное, что я этого не пробовал делать. Наверное, у вас была мечта. Вот подрасту, стану большим и сильным. Нет, нет, такого не было. Отыграешь на воспитателя. Нет, нет, я общий человек очень. Я злопарный. Миролюбивый. Сейчас я с улыбкой вспоминаю, конечно. Я, наверное, чрезмерно миролюбивый. А как у вас с миролюбивостью, кстати? Ну вот, в частности... Я в своей жизни дрался всего два раза. Серьёзно? Седьмой и девятый класс. Кто победил? Я. Честно. Честно. Так случалось, что почему-то мальчишки и старшеклассники... Традиция была уйти за котельную в школе и вызвать кого-нибудь обязательно. Ну вот почему-то меня как самого сильного в нашем классе, в младшем, вызывали на бой со старшеклассником. Ну, получалось. Не знаю. Но вот миролюбивость откуда-то она возникла... Ну, сложно сказать, откуда. Вот это не анализировал, не копался в себе ещё. Вот есть и есть. Часто ли вы обижали других людей? Случалось. Жалеете об этом? Или иногда бывает такое, что обижали... Необходимо. Необходимо сделать. Для пользы? Да. Для пользы дела или для пользы этого человека? Для пользы этого человека. То есть иногда полезно обидеть? Он просто так воспринимает, не понимая этого. А было ли желание как-то извиниться потом или объяснить, почему это было необходимо? Не просто желание, но и действие было. И объяснял. Знаете, как бывает? Очень часто бывает, что из-за недопонимания происходит какой-то конфликт у людей. Но я к этому так отношусь. Очень быстро останавливаюсь, лучше не разгораться. Быстро всё забываю. И при этом бывает, что приношу извинения. Но извинения всегда приношу за форму, а не за суть. Я не назову, наверное, это рыданием или, как говорится, плакали. У мужчин, хотя и это случалось у меня, последний раз это было лет 20 назад. Не могу сказать, да. Не хочу вспоминать причину. Я потерял очень близкого друга. А вот та горечь, которая вызывает слёзы, то есть стараешься удержаться, а при этом хочется, обязательно нужно делать какое-то действие. Это было буквально, наверное, пару месяцев назад. Я рассказывал большому количеству людей со сцены историю своего детства. Вот, не знаю, сейчас уже начинается комок в горле. И вот так же я не смог как след рассказать. То есть, я говорю искать не просто, а о тех ощущениях. Горло перехватывает и думаешь, как бы не расплакаться. Вы попробуйте, если расплачетесь, мы и вас поймём. Но теперь уже нет, конечно, всё. Просто очень трепетно отношусь вот именно к каким-то детским воспоминаниям, к своим родителям. Наверное, из-за родителей это и было. Они сейчас живы? Да. Слава Богу, да. Сейчас я хочу сыграть пару тем относительно слёз. Тема Эрика Клэптона Терзенхайла «Слёзы в небесах». И после моей игры мы продолжим нашу встречу. Хорошо? Продолжение следует...